всем здравствуйте меня зовут анастасиева на канале мир сквозь пальцы новая неделя у нас начиналась она 10 вообще должна была бы 9 ну давайте будем считать 9 но 9 по моему не вышивала мая и по 15 мая так что я вышивала на этой неделе ну давайте я буду говорить наверное и буду показывать тогда вам уже на экране картинки потому что так я ничего не распечатала в общем об этой хотела даже не начинать и не говорить оба не упоминать все-таки там 200 крестиков вышивала 1 уже это китайский павлин у джойсанды и огромный большой китайской многоцветкой я ее называю там 110 цветов на ней также магнолий на золотом бархате сейчас вы их видите перед собой до магнолий на золотом бархате от лариса слободянник этот китайский набор на фея ягод у меня три от химеры и также от веры у меня от бегемот вот эти вот четыре работы я вышивала на этой неделе больше не получилось как бы я не старался и не хотелось бы мне ну больше не вышло и так что давайте посмотрим что у меня тут но вышивалась и как получилось пока я далеко не убежала новая неделя начиная ее с 10 мая вторник и это мой кот бегемот уже видите начала туда вышивать сейчас опомнилась что я не сняла начало этого участка вышиваю я его по на восемнадцатом каунте нитками схс мой монохром дизайнер химера начала я вышивать слева верхнего угла и вот так вот двигаюсь здесь уже 2 400 вышита и вот сейчас тут примерно 1200 крестиков хочу вышить на этом месте и вот начала вышивать ну и заполню вот этот участок вот он у меня уже выделен саги здесь примерно 1200 крестиков и встретимся когда я его зашью ничего тут особо картина я думаю никак не поменяется то что мы видим здесь тоже будет и продолжением в общем продолжение будет вот этого просто что мне кажется увеличится и все так по большому счету ничего здесь нового мы не увидим ну что давайте через секунду встретимся и посмотрим права ли я была или нет и так 1200 крестиков прибавилось на конве как я и говорила ничего нового здесь не появилось никаких не объектов не героев ничего здесь не добавилось просто увеличилось количество объем вышитого вот и все плюс 1200 крестиков и как мы видим на этой шторке вот пятнышки вот эти видны близко конечно выглядит не очень но если это немножко так издалека то как бы примерно что ручку видно да даже уже вот здесь где обои выглядывают но близко конечно нельзя рассматривать это все дело где обои вот здесь тоже вот тут вот на светленьком уже даже мы наверное сможем скором времени разглядеть когда появятся эти обои сможем разглядеть рисунок на них он должен быть так он таким слабеньким и размытым вот мне скажите покоя не дает да но мне действительно покоя не дает этот рисунок на обоях мне очень хочется на него посмотреть очень хочется его разглядеть не вернее не разглядеть а посмотреть как будет получаться чтобы был вот такой слабенький слабо выраженный такой рисуночек на обоях как это будет как это будет просматриваться вот так это сейчас выглядит ну что шторка и шторка издалека я очень надеялась что будет как-то получше видно но нет возможности снять издалека а близко как-то это все выглядит не очень ну в общем ладно все с пока что с моим беги котом бегемотом на этой неделе все теперь буду вышивать что-нибудь другое а что-нибудь другое это будет у меня наверное возьмусь за магнолии ну и сейчас я напомню еще раз как вы видите должен выглядеть готовый код бегемот как эта иллюстрация будет готовым или картина это будет выглядеть готовым видим и сейчас традиционно ну как традиционно мы я надеюсь что это будет традиционно теперь у нас уже софия и и отшив тоже 1900 крестиков она вышла за неделю вот такой у нее хорошая хорошая прибавка огромная получилось пока что конечно долго нам как будто не переписывались и говорим что долго нам еще даже чего-то интересного вышивать как у меня ничего интересного моем левом верхнем углу так и у нее пока что правый нижний угол все пока что непонятно что еще мы вышиваем но скоро мы встретимся лишь скоро софья наверно ждать до кота я думаю дойдет быстрее по крайней мере я надеюсь тогда его лап там до всего быстрее его увидит а мне еще долго и долго до него шить но скоро встретимся складываем дровишки уже там две полейницы сложили вот начала третью складывать это мой помощник как всегда джек 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 сидеть сидеть голос голос молодец молодец а лапу дай мою мою собаку не дыши мне в лицо только все сядь балбеси на кусок нет 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 сидеть покажи сидеть господи пить захотел когда тут у него будка на травах у нас тут он ест и тут его вода джек 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 и вот это вот у него постоянно одно и то же складываем дрова но вот это вот бегает а он еще и начинает потом вытаскивать и туда во двор и таскать все будем складывать дрова с тележки перекладывать дрови них там слышите муж колит все буду складывать и второй мой обязательный процесс это магнолий на золотом бархате от лариса слободянек схема у меня вышивая нитками дмс на конве 18 каунт схема это небольшая всего лишь пятьдесят две тысячи она у меня обязательно также каждую неделю у меня тысяча крестиков на ней стоит каждую каждую неделю до по 1000 крестиков я стараюсь вышивать чтобы мне к следующему марту вышить чтобы она была у меня уже готовой по моей задумке ну что 1000 крестиков добавится на конве вернее когда добавится 1000 крестиков на конве мы с вами встретимся вновь и посмотрим что тут появится нового или просто прирастет фон или появится что-то еще новое здесь вот в этом участке я думаю буду вышивать видимо какие-то здесь появятся листики еще и тут скорее всего будет прирастать фон ну это я так предполагаю а как получится давайте сейчас с вами и увидим вот так выглядит плюс 1000 крестиков не нравится мне так вышивать я когда но и не в том смысле в каком смысле мне не нравится вышивать когда ставлют остаются меня такие незаконченные участки мне нравится вышить как например вот здесь я вышивала бегемота четко обозначенный участочек вышит все все понятно а тут у меня тысячу крестиков на вышивала вот это осталось не дошитым останется на следующий раз то есть на следующую неделю вышивать вот так это выглядит прирос немножко цветочек листочки приросли и фон начал прибавляться теперь я перемещусь наверное туда влево ближе к левому верхнему углу и буду зашивать там фон надеюсь что фон будет зашиваться побыстрее ну как принципе он и должен зашиваться побыстрее без смены нитки без частной смены нитки да ну в общем вот так это выглядит не знаю что особо рассказать чуть-чуть попробую вот так отъехать вот так это выглядит сейчас листики все ну и поехали дальше посмотрим что я там еще вышивала сегодня ой сегодня на этой неделе что вам рассказать про мой огород воду баллон налила уже свежего спахали его огород имеется ввиду спахали там малину посадила у меня вообще деревья не растут если вот я вам покажу пусто деревьев у меня нет вообще это сделала дорожку под арбузы то мангал мы тут я матеолу посею которая пахнет тут посеяла свеклу морковку батун и вот малина дали там пять кустиков три из них принялось вроде как по крайней мере зеленые листики вырезали а так мы каждый год садим каждый год у нас ничего не растет вернее она растет до первой зимы и зимой все вымерзает ничего у нас даже виктория не растет сколько не удобряем каждый год в этом году наверно только первый год не удобряли с прошлого года еще тут конского навоза достаточно грач прилетел там мои фунтики картошку уже посадили сегодня надо пленку купить посея здесь дыни и арбузы на этой дорожке правда она немножко кривая но пофиг я не перфекционист чтобы у меня все было по веревочке по барабану и так сойдет лишь бы выросла все тут морковку посеяла там будут огурцы помидоры и все такое ближе к дому ну так баллон мой инвентарь ну так и ни одного деревца как видите у меня нету ничего у меня не растет ни одно дерево не приживается сколько яблонь садили и крыжовник и малину и смородину все пропадает все замерзает вот так такой огородник недоогородник и решила повышевать павлина своего первый лист у меня вот здесь уже вышел вот он первый лист из 25 листов и сейчас пойду на второй лист на второй лист у меня будет уже цветы здесь появятся дерево вот здесь сверху и цветочки и пока буду вышивать их вверх можно сказать свечи бликует пока что будут тут листья, листья, листья дерева ну буду вышивать так что встретимся когда я здесь что-нибудь уже навышивала но вообще на самом деле хотела даже не включать это все видео отшив по этому павлину потому что вот это вот и все что я навышивала тут буквально крестиков 200 наверное сделала не больше и все на этом не было времени я решила повышевать только основные процессы а уже если останется время то буду вышивать другие что-то другое ну а вот что-то другое у меня как раз вот на 200 крестиков и хватило основные кое-как успела вышить за эту неделю нормы свои нагнать а вот по павлину не получилось ну вы знаете я так подумала оставлю я его еще на следующую неделю буду вышивать так что на следующей неделе мы встретимся кому будет интересно со мной встретиться посмотрим все то же самое опять бегемота, фею и магнолии и опять с этим павлином мы встретимся надеюсь что на следующей неделе получится у меня ну хотя бы еще 200 крестиков добавить так что он вышивается легко в принципе по большому счету большие там цветовые участки вышивать его легко но было бы время ошиблась я тут в разметке видите ну ничего страшного в этом нет так что вот так ну и давайте дальше что у меня там осталось фея ягод да давайте павлина показала вам и покажу фею ягод что я там на ней навышивала буроны вчера взяли 50 штук жарко им лежат водичка вот у них в корм сидят кто где жарко сегодня наконец-то наверное лето наступило стало тепло хрюндели мои там хрюкают ну и вот так на сегодняшний день выглядит фея ягод на момент когда я начинаю ее вышивать где буду вышивать вот здесь пройду вот этот участок буду двигаться к правому краю этого полукруга вот так да пойду как будет получаться пока не знаю цель у меня вышивать по 300 полукрестиков каждый день то есть к концу недели я хочу вышить 2100 крестиков и начну вышивать напомню что вышиваю я ее на 22 каунте полукрестиком нитки схс вот так сейчас выглядит лицо и будем вышивать плюс 2100 крестиков вышелся у меня вот этот участок и вот здесь вот эта крупа как я уже говорила что не очень мне нравится когда остаются вот эти незаполненные участки хочется снимать чтобы было выглядело уже законченным какой-то вид участка был завершенный ну вышила я кое-как успела вышить свою норму по крестикам 2100 крестиков ой полукрестиков и вот так это вот сейчас выглядит здесь начали про вот эти вот прожилки серенькие появились и вот тут листочек будет листик пока что вот так это здесь крупа у меня рассыпана ну тут особо интересного ничего не было дальше пойдет листочек цветочек вот он обрисовывается поэтому ну тут пока что ничего интересного нет птичек еще и на прошлой неделе вышила ухо тут добавилось обрисовалась и фон пошел и вот так ну что на следующей неделе пойду крок сюда дальше заполнять то есть ну как туда я так замахиваюсь как будто я все вышью нет также на следующую неделю планирую 2100 крестиков то есть заполню вот этот участок и буду опять начинать отсюда вот так вот зашивать то есть вот такими рядочками по 20 высоту я поднимаюсь на 20 полукрестиков и вот так вот вышиваю вышиваю как получается насколько успеваю сколько успевают у меня влезть какой участок успевает влезть 2100 крестиков полукрестиков или значков ну вот так вот сейчас это выглядит вышиваю я с удовольствием ее несмотря на то что а кстати мне сказали в комментариях написали что возможно четкости нет именно из-за того что я вышиваю в СХС а если бы вышивала в ДМС было бы почетче все прорисовка ну возможно да не буду спорить и утверждать возможно дело не в схеме а возможно ну не знаю в общем я не говорю что мне я химеру разлюбила вовсе нет я по-прежнему химеру люблю по-прежнему мне нравится ее вышивать результат вполне меня устраивает я как говорила не перфекционист портреты не вышиваю поэтому то что я вышиваю мне результат от химеры нравится и еще у меня там на хомячина схем еще на три жизни вперед поэтому вот так это сейчас выглядит ну и все по-моему все что я навышивала на этой неделе я уже показала да все показала вот так все вышито фею яка свою я люблю вышивать ее буду никаких рестартов не планирую поэтому будем вышивать все как есть тем более здесь у меня уже вышито по-моему 33 и 9 процентов в общем 34 процента по-моему у меня вышито то есть 3 3 работы уже вышито третья часть еще две трети и будет и будет конец так что так и думаю лето пролетит быстро осень пролетит быстро тут вот буквально мы только 1 мая встречали уже середина мая уже половина мая мы прошла да сегодня 16 число когда я снимаю вот этот завершающий завершающие отрезки к моему видео но все на этом все сейчас я буду обрабатывать монтировать и загружать на дзен и на youtube и на этом пока все ну и давайте подведем такой небольшой итог недели посчитаем опять на глаз потому что тут считать то в общем то легко на магнолиях у меня вышито тысяча крестиков на феи 2100 это будет 300 плюс 1200 4 300 и еще 200 крестиков где-то 4 с половиной тысячи ну вот 4 с половиной тысячи у меня вышито на этой неделе да я знаю что немного ну сами понимаете я думаю сейчас это у всех не у одной меня ну если не у всех то у большинства начались огороды дачи сады и все такое и поэтому конечно времени на вышивку остается меньше но я не жалуюсь зимой будем все догонять а сейчас будем вышивать по мере возможности где там вечером где когда еще девочки умудряются при этом работать я конечно вообще поражаюсь когда вы успеваете все вышивать я конечно удивлена ну в общем все а еще просили меня после прошлого видео заканчивать заканчивать видео с чем-нибудь позитивным ну вот пожалуйста я сниму позитивное не цирк конечно с конями но такой отрезок видео позитивно настроенный поэтому я со всеми прощаюсь всем спасибо всем пока увидимся ну и вот позитив в моем видео вам для хорошего настроения что все у нас будет хорошо поля у нас пашутся и сеются уже начинает сходить подсолнечник все хорошо выращиваются у нас на наших алтайских полях по крайней мере только на наших даже алтайских огромное количество всяких разных зерновых все что только может какие бывают все у нас выращивается гречиха кукуруза подсолнечник пшеница пшеница кстати вот этих самых твердых сортов выращивается именно в наших колландинских степях так что все у нас растет и сахарная свекла в огромных количествах и овес и горох и не знаю там и рожь и в общем все 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 выращивается у нас в наших алтайских степях так что все будет нормально уж мы всегда уже сколько лет кормим и Китай и Казахстан и себя то уж мы точно прокормим так что все будет нормально все будет хорошо жизнь не стоит на месте все у нас будет нормально были вот мы у этих фермеров которые как раз сейчас пашут и сеют поля вот здесь они пашут и они говорят сейчас главное только дождь ждут дождя дождей ну вот тучи ходят ждем дождь все таки надеемся что он пройдет чтобы урожай был как можно лучше даже в наших суровых сибирских степях и условиях зона рискованного земледелия и то у нас выращиваются нормальные хорошие урожаи которые как я говорю хватают не только нам но еще и Казахстану и Китаю уж сколько лет тысячами миллионами фур вывозится так что все будет у нас хорошо все будет у нас нормально но все на этом всем спасибо всем пока вон там на какой нибудь угрожай и все что и и и